Здесь даже железный конь и тот увяз по самые уши. Если кто не знает, дорога от Иволгина до детского сада Пчелка. Добро пожаловать! Теперь хотим подойти вот к той застрявшей машине и спросить, что же там случилось у людей. Но вот такое ощущение, что все-таки пройти дальше не получится. Нужно как-то перелететь по воздуху, потому что допрыгнуть даже до проложенных кирпичей, боюсь, нужно только с разбега. И то вряд ли получится. Всего несколько дождливых дней и путь отрезан. Заехали и застряли. Конкретный проблем. Я так понимаю, что по этой дороге в детский сад добираются? Да, да. Оттуда вот так можно с этой ленты, где лента, вот питофор, вот там вот в асфальте. И вот тут метров 400 она тоже грунтовая. Ну вот я проехал, а там да. Обещали же дорогу. Сейчас только вот перед граной уехал. Он на десятке поехал ребенка сюда в садик и вот он вперся. Вот прямо на этом же месте. Сейчас два часа тут стояло. Обещали же дорогу, почему не делают? Обещали. Не знаете, что случилось? Не знаю. Уперся в багажник и вытолкал. Так здесь решают вопрос автомобилисты. А в целом вся ситуация упирается в этот высокий забор. Он как стена плача для жителей Иволгина. И причина отсутствия дороги в этом месте. Разбирать ситуацию на уровне города начали еще полтора года назад. Тогда мэр Михаил Исаев заявил, что забор поселка Зеленая долина залез на муниципальную землю. И оставшаяся часть территории не позволяет построить дорогу к садику. И мы видим, что земельный участок находится в других размерах. И по сути, и по факту это произошло захват земельного участка муниципального с установкой забора. И наша позиция одна. Не вопрос к тому, кто живет, а вопрос к тому, кто строил, кто сдал. Мы эту позицию будем отстаивать. У нас там были встречи. Встречи действительно были. И, как говорят, интернет помнит все. На этих кадрах сход жителей Иволгина в 2019 году. И разъяснение от исполняющего обязанности главы администрации Волжского района. На сегодняшний день комитетом по управлению имуществом города Саратова уже на заборе и на территории размещены объявления о том, что собственнику данного забора необходимо обратиться в комитет по имуществу. После этого процедура занимает два месяца. В случае, если собственник не обращается и добровольно не демонтирует данный забор администрации города, комитет помнит, что будут приняты меры по демонтажу данного забора. Будет объявлен аукцион и данный забор будет демонтирован. В последующем мы планируем здесь устройство как дороги, так и тротуара, чтобы обеспечить безопасный подход к детскому учреждению, к садику Пчелок. С тех пор появился лишь узкий обходной путь из свезенной сюда плитки после ремонта проспекта Кирова. Получился своеобразный проспект Иволгина до детского сада. После тех встреч с жителями больше не было даже и разговоров о прямом пути до садика. Был разговор когда-то у них, что должны провести дорогу, чтобы ближе к садику ездить. И тишина. И тишина. Дорогу так не сделаешь? Дорогу нет, только пешеходу вдоль трассы. А, отсюда? Да, и вот пешеходная, и все. Ничего не говорят? Есть какая-то информация? Не знаю, даже не знаю. А кого спросить? Мы не активисты. Женщин тут ходят. Как местные жители, может быть, что-то слышали? Не знаю, даже. Нет, вообще никакой. То есть разговоров никаких не было? Я не слышала. Не исключено, что неприступность забора прокурорской Рублевки, как называют в народе «Зеленую долину», объясняет высокий статус ее обитателей. Один из них – начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Олег Петров. Подчиненный областного прокурора Сергея Филипенко в свое время приобрел участок в коттеджном поселке за один рубль. В самом надзорном ведомстве коррупционную составляющую в данной истории не увидели. Все произошедшее назвали маркетинговым ходом. В любом случае, все попытки убрать забор натыкаются на невидимые препятствия. Как стало известно, сейчас инициативная группа граждан поселка «Зеленая долина» просит уточнить в генплане категорию дороги. В мэрии утверждают, что данное предложение вынесено на общественное обсуждение, которое продлятся до 25 июня. Вопрос о сносе забора будет окончательно решен после установленных законом процедур. Новый глава администрации Волжского района Александр Янклович пока ситуацию не комментирует. Я вам сейчас не могу никакого комментария дать. Мне нужно бумаги поднять и посмотреть. Все-таки глава-то я еще мало времени. Такие у нас дороги. А пока же обитатели Иволгина ждут. Пусть хотя бы высохнет эта дорога. Она почти напрямую ведет к детскому садику. А до пешеходной узкоколейки из плитки тоже еще нужно умудриться добраться.